В этом видео я покажу вам, как настроить звук на компьютере операционной системы 2010 Windows 7. Несмотря на то, что я не новичок и устанавливала операционную систему, настройки делала, но случилось так, что мне в данном случае вот сейчас пришлось повозиться при переустановке системы, повозиться со звуком. И если подобное случилось с вами, коллега, то это видео для вас. Итак, я потеряла, собственно говоря, звук. И нам нужно его найти. Существует два пути, как найти звук. Значит, можно через пуск в левом углу панели управления. И здесь вот оборудование звук и звук. Да? А можно просто вот здесь у вас динамик. Вы нажимаете, вот вы видите. И здесь вот микшер. Видите? И здесь системные звуки. Если вы нажмёте, вот смотрите, вот я нажимаю системные звуки, и у меня вот выходит панель. Этому убираем. Воспроизведение. То есть звука у меня не было. Ни в файлов, когда я закачивала, ни в записи. А я делала записи соудовости. Итак, воспроизведение. Мы слушаем через что? Через динамики. Поэтому нажимаем левой кнопочкой мыши в данном окно и открываем динамики. Что мы здесь видим? Какие настройки у вас должны быть? То есть зелёненьким окошечком, вот здесь, показывается то, где должно в системном блоке, если у вас компьютер, быть настройка. Задняя панель. Левая панель. Так. И использовать это устройство. Дальше смотрим уровни. Уровень. Я, когда записываю, я сейчас записываю в Camtasia Studio, то у меня всегда стоит где-то на 50%. Для чего это? Вот здесь вот. Для чего это? Чтобы человек, просматривая моё видео, мог или увеличить звук, так как мы сейчас все живём в шумных городах, или уменьшить, если ему много. И здесь у меня всё настроено на 100%. Баланс кругом 100%. Посмотрите, попробуйте, если вам это подойдёт, значит сделайте так. Или измените. Ну вот я путём проб и ошибок подошла к этому. Затем нажимаем на улучшение. Здесь я отключила все звуковые эффекты. Видите, поставила. Затем дополнительно нажимаем. У меня стоит по умолчанию 24 бита выскочила. Вот я когда... Видите, здесь окошко какое выходит. Но оно само поставило 24 бита, и вот здесь поставила галочки. Можно проверить. Вот видите, всё есть. Так. Окей. Теперь запись. Запись вот я сейчас сделаю. Видите, я говорю и идёт. То есть здесь хорошая настройка микрофона. И в стереомикшере тоже идёт. Микрофон. Нажимаем в точность также два раза. Общее. У меня стоит драйвер. И задняя панель. Использовать это устройство. Включено у вас должно быть. Хотя здесь вот видите, у меня не использовать это устройство стояло в самом начале. Поэтому у меня, может быть, вот и не работало. Прослушать. Я не буду сейчас. Вы можете вот здесь вот нажать и прослушать. Звук идёт препаративный. Так. Дальше уровни. У меня стоит практически вот на 100%. То есть вы, когда стоят такие вот микрофоны, настройки, то прослушивая моё видео, даже на 50% поставив и ниже, у вас будет хороший звук. Вы, очевидно, коллега, не раз слышали курсы, когда очень тихий звук. И вы ставили динамики на самые высокие. Я сама так ставила. И вот просто приходилось прослушивать. Я живу я в центре города. И за окном шум. И прослушивать очень сложно. Затем у меня усиление микрофона плюс 20 я ещё поставила. Но вы можете 20 или даже 30 сделать. Вот я поставила 20, мне этого достаточно. Улучшение. Я поставила неотложный режим. И подавление шума. И дальше дополнительно. Здесь стоит по умолчанию тоже второй канал 16 бит. Всё. Вот так мы нажимаем. Окей. И здесь окей. Больше нам ничего здесь не нужно настраивать. Значит, если мы любую, например, музыку, песни из мультфильма, вот, песню, любую песню, вот, смотрите. Чистое звучание. Так, я не буду. Звучание чистое. Но у меня, вот, когда прослушивались аудиофайлы, так как я записываю в Audacity, у меня не записывался звук. А если записывался звук, то не было, не прослушивался звук. Поэтому я вам покажу. А у Audacity сейчас же многие пользуются этой программой. И о ней я более подробно в настройках говорю. В своём видеокурсе, как сделать своё видео там и об Audacity, и о Camtasia Studio. Говорю, вот, смотрите. Вот запись. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Останавливаем. Назад. И прослушиваем. Вот запись. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вы видите? Отличный звук, да? Всё хорошо? То есть, пожалуйста, потом вы можете сохранять. Звук идёт. И здесь тоже. О всех этих настройках я говорю в своём видеокурсе. Итак, всё. Мы сделали свои настройки. Я благодарю вас за внимание. И успехов вам!